Театр-студия «Маска». Что мы знаем об этих людях, которые дарят праздник? Давайте заглянем в этот мир и узнаем, что таит «Маска». Нас не должно быть слышно, нас ни в кругу, чем должны заметить. Меняемся местами в круге. Тишина полная. Глядя на отлаженную работу всего коллектива театра-студии «Маска», это трудно поверить, что каких-то 9 лет назад поднимать все это пришлось выпускнице режиссерского факультета Ирине Гончаровой. После окончания института ей предложили стать руководителем театра-студии. Она согласилась, и с тех пор «Маска» — это вся ее жизнь. Свой первый спектакль «Маленький принц» она поставила с учащимися клуба «Горизонт», которые стали ее первыми подопечными. Труппы формируются не один год, потому что театр, как мы выяснили, за время своей работы театр — это очень требовательное искусство. Требовательное к качествам человека и к его трудолюбию. Это однозначно. Человек, который занимается театром, должен очень любить эту профессию. Именно искренняя любовь к театру сплотила прочную команду творческих людей. Молодые актеры, которые сейчас составляют основную массу труппы, пришли в «Маску» еще детьми. Они росли вместе с театром. Я научился многим вещам. Я научился шить, я научился собирать все, что только возможно. То есть внутренней дисциплинированности я научился. Я однозначно знаю, что я из этого театра не буду уходить, пока не придется, скажем так. Мне здесь очень интересно. Я вижу свою жизнь в театре. Отличительная особенность этого театра – пестрые костюмы в сочетании с масками, которые изготавливают сами актеры. В багаже театра около 13 спектаклей. И для каждого в свое время были шиты костюмы. Многие из них руками Ирины, руководителя студии. На самом деле это все бездушно достаточно. Понимаете? Бусы – это все ерунда, это мишура. А вот когда человек одевает этот костюм, тогда начинается театр. Все, только тогда. Можно быть в рубашке на сцену, но если актер будет, не знаю, или наоборот, во фраке, если актер будет плох, то его фрак не спасет никогда в жизни. Безусловно, такого успеха невозможно было бы добиться без помощи. Со временем с маской стали сотрудничать режиссеры-постановщики, костюмеры, фотографы. Множество людей внесли огромный вклад в развитие студии. Сейчас труппа работает над новой постановкой «Алиса в стране чудес». В ней задействованы и юные актеры, которые только начинают театральную жизнь. Руководитель младшей группы театра-студии раскрыл главный секрет актерского успеха, которому он учит детей. Актер – это тот, кто отдает. Актеру не положено брать. Так в театре, так в настоящем театре. А значит, первый шаг – научиться открыться и отдавать. Впереди у театра грандиозные планы. Коллектив настроен на продуктивную и долгую работу. Юлия Погосян, Алексей Ильин, Елена Кошлева. Видное ТВ.